Don't Speak. Подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. Welcome everybody to the Don't Speak podcast. В студии Андрей Гуляев, Евгений Служаев. Подкаст Don't Speak, как... Быстро и эффективно выучить времена английского языка. Максимально быстро и максимально эффективно. Отдай честь мне, пожалуйста. Так точно. А, без шапки честь не отдай. В общем, добро пожаловать на нашу третью часть. На первую часть, третью часть. Мы поступили как создатели фильма про Гарри Поттера. И мы решили последний эпизод сделать из двух частей. Потому что на самом деле очень много материала, который стоит осветить. И мы увидели две особо такие, ну, дистинктивные, различные такие части, о которых мы поговорим. Вот это первая из них. Да. Подкаст Don't Speak и Дары времен. Да, этот подкаст Don't Speak. Окей. Смотрите, мы в этом подкасте, в этом выпуске поговорим про содержание. То есть про то, как сказуемо конструировать в разных временах. А в следующем поговорим про то, что называется usage, использование. То есть в какой ситуации придется к месту какой-нибудь перфект, например. Да, просто мы решили, что такая большая тема, как и обсуждение, и постройка, они заняли бы очень много вашего времени. И поскольку мы стараемся держать эти подкасты на не особо длинном промежутке времени, чтобы держать ваше внимание рядом. Поэтому мы решили разбить это на два эпизода. Логично? Логично. Мы когда в Non-Speak программы пишем, мы так и делаем. Новый материал. Restricted practice, free practice. Restricted practice, буквально ограниченная практика. Это на практику формы, а free practice на практику содержания. Первая задача. Мы вам дадим после этого подкаста домашнее задание. Тренировать до автоматизма, ну хотя бы полуавтоматизма формы сказуемых. Почему я говорю про сказуемые? Смотрите, в английском языке есть предложение. В предложениях есть подлежащее, сказуемое. И вот все остальное по вкусу, но подлежащее и сказуемое обязаны там быть. И подлежащее это тот, кто совершает действие. И понятное дело, что один тот же человек может совершать действие сейчас. В настоящем будущем. Или завтра, или вчера. Это может быть разовое действие, повторяющееся действие, длительное действие и так далее. То есть подлежащее не меняется. Ну то есть Женя слушал подкасты, Женя слушает подкасты, Женя будет слушать подкасты. Женя слушает подкасты каждый день по утрам или прямо сейчас. Или Женя только что послушал подкаст и спешит поделиться своими новыми знаниями. Да, так точно. Это, ну видите, там везде один тот же Женя Какой Женя многогранный Он слушал подкасты и будет Прям из, я не знаю, временной патруль Какой-то происходит Да, забавно, что, опять же Из этого выясняется, что подлежащее Не влияет на время, которое Изменяется, которое применяется У нас, даже в русском языке, даже в английском языке Точно так же, но что влияет Есть языки, где есть Такие нюансы, но мы не будем сейчас в них вникать А вот есть сказуемое Сказуемое, это то, что отвечает за действия Или состояние, описываемое предложением В разных временах разные сказуемые Хочешь поменять время, поменяй сказуемое Это то, о чем, кстати, об этих сказуемых мы и говорили В каком подкасте? В предыдущем, да То есть фактически в прошлом подкасте мы дали вам Необходимые блоки, которые вам нужны Для того, чтобы что? А вот сейчас, да, чтобы строить А в этом мы дадим вам инструкцию, как строить Ну вы когда-нибудь собирали шкафы из Икеи Обожаю это делать Но вот есть проблема со шкафами из Икеи Что, значит, обычно как это происходит? Зачем мне инструкции? Я все сам знаю Да, а потом собираешь, и у тебя половина полок в одну сторону А половину в другую Да, у тебя такая буква Г, такой шкаф Такая такая, черт Открываешь инструкцию, и там было на первой странице написано Что вот собирать вот в таком порядке И такой, блиин Ну, возможно, это только больше удовольствия Где же такой шкаф, а у тебя вот эти двери, которые раздвижные Знаешь, такие, они двигаются в разных... Они вверх и вниз... В разных плоскостях Они вверх и вниз двигаются А не то, что в сторону Примерно так Вот, и давайте приступим К чему тут это... Как говорится Я не буду говорить, но... Эй! Погнали! Итак, смотрите Первое правило Это правило связи Оно такое суперочевидное Просто вот как будто бы Тут с нами третьим записывает наш подкаст Капитан Очевидность Или он писал нам инструкцию Но почему-то Оно очевидно не всем Оно мимо прошло очень... Видимо, я не знаю Может быть, это прошло мимо Образовательной системы Или оно просто Too good to be true Наверное Может быть, оно просто слишком хорошо Чтобы быть правдой В общем, правило такое Past Continuous Это то же самое, что Present Continuous Только в прошлом Да То же самое про будущее Это... Да Present Continuous Это все равно то же самое, что Future Continuous Только в настоящем Да, то есть вот так вот всегда можно делать Но... Заметьте, что мы как сделали Да Мы не сделали это в стиле Present Continuous Это все равно, что Present Simple Но Continuous Потому что это непонятно Да Когда я вам такое скажу И ученики на меня посмотрят What? What the? Смотрите В каждом из названий два слова Первое говорит Отвечает на вопрос Когда происходило А второе Отвечает на вопрос Как происходило Ну, то есть разово происходило Многократно происходило Быстренько или процессно На вопрос когда В русском языке И в английском языке Тоже одинаковое количество Ответов Когда в прошлом Когда в настоящем И когда в будущем Так все и в русском языке Так все и у нас Китайским в этом плане Вообще просто Ну, то есть Чтобы сказать Вчера шел дождь Нужно просто сказать Вчера дождь Неплохо Очень-очень удобно То есть не нужно Никакой глагол согласовывать Впечатляющий язык Я жду, когда я смогу Окунуть свои глаза В книги по китайскому языку Окей Так вот Я представляю такой Ни хао Ни хао В студии Андрей Гуляев Евгений Служаев И подкаст Как выучить китайский язык Но нет Хороший выпуск до 1 апреля Да Окей 1 апреля Мы пропустили Про 1 апреля Ладно В общем Так, да Все Не теряться Не теряться Чик-чик Фокус Фокус Правило связи Констатирует Да Правило связи говорит о том Что времена Надо искать по связи Не по их временам Да А по их аспектам Что я говорю Под пониманием Ну то есть Все симпловые времена Они одинаковые В какой-то мере Все континиусные Одинаковые В какой-то мере И так далее А вот сравнивать Simple и continuous Или simple и perfect Это прям целое Искусство, система И определенная сложность Да Вот Просто часто бывает Там в учебнике Тема past tenses И вот все начали рассказывать Такой past Сякой past И так далее Вот И давай мы Например их проиллюстрируем И мы перейдем К второму правилу Допустим я читаю книгу I am reading a book Или в третьем лице Чтобы вам было сравнить Eugene is reading a book Давай трансформируем Это идеально, легко В прошлое время Смотри I am reading a book Вот Am говорит Я есть Вот прямо сейчас Вот на этот момент А в прошедшее время Это будет I was Я был И все Надо как-то поменять И все I was reading a book Мы рассказываем Про такие вещи Это очень встречается Когда Past simple Мы изучаем такую вещь I read books everyday Да В настоящем времени В прошедшем будет I read books А смотри А что случится Когда нас попросят Переменить Вот это положительное предложение В отрицательное Случится большая неграмотность Я не читал книги Это ужасно Да И правильно сказать I didn't read books Или I didn't love reading Не любил я чтение Да Вот этот didn't Как мы его любим называть Did-бандит Появляется в негативных И вопросительных Формах Предложения Да И что он делает Он Забирает Вот эту форму Вторую у глагола И просто Ее применяет А глагол Остается какой? Голый Ну то есть в инфинитиве Да Типичная ошибка Это ну раз прошедше Нужно везде прошедше сделать Да И люди говорят типа I was read Или I didn't read Или I didn't loved Да Это ошибка Это too much Ленитесь пожалуйста Вот одно слово переделали Возьмите первое попавшееся Ну то есть по ходу Вот самое первое Восказуемом И все И вот у вас все получилось Переделали первое слово Готово Вам нужно сделать отрицание Прекрасно Добавьте к нему ноту Он типа Именно к нему Да He is reading He isn't reading Не he is reading not He is reading Ну вот даже Не сказать никак Да Но давай сделаем так Что надо бы Сказуем из трех слов I have read И he has read Опять переделали только первое слово Потому что это Он А не я Ну то есть третье лицо Несное число Все такое То же самое Давайте вот с континиусом Он как самый правильный в этом плане Поиграемся с еще Прошедшим и будущим Тот же самый He is reading a book He was reading a book В отрицании будет He wasn't reading a book Опять только wasn't Трогаем Если нужно сделать вопрос То мы только это слово переставляем He was reading a book Или is he reading a book И вот интересный момент Future continues И вот теперь Смотрите He will be reading He will be reading a book Видите у нас теперь новое Первое слово Это will И теперь мы все творим с ним Что захотим He will not be reading a book Или won't Так короткая версия Так чаще используется Или will you be reading a book То есть там и be Который мы И туда и сюда По всякому изменяли В настоящем времени прошедшем Он теперь не меняется Потому что перед ним стоит will И теперь will принимает на себя удар Первое слово Да Не первое Какая-то функциональная единица Да Потому что много кто подумает Ну will be Это же что Это все вместе Да Это вспомогательный глагол Значит я должен его вместе Перекидуть вперед Нет Абсолютно неправильно Просто вспомогательный глагол А первое слово Первое слово Первое которое является сказуемым Да Из того что сейчас говорит Женя Часто растут ошибки Типа He will is reading Нет Нет Все Только первое слово На этом считайте Что у подлежащего силы Заканчивается Как-то влиять на обстановку Только первое слово И все Вот вам два правила Давай мы сейчас Жене проговорим Давай дадим пример Во всех временах Во всех временных формах А потом По аналогии Вы сделаете домашнее задание Итак Continuous Мы проговорили Давай возьмем какой-нибудь Пример Это reading a book Наверное По всем временам мы прибежим Да Везде возьмем Reading Read просто Да Либо можно сказать Recording a podcast Чтобы было правдивее Давайте Recording a podcast Только книги не читаешь Хотя главное Конечно я знаю Что Женя читает книжки Даже не знаю Мне кажется Больше чем я Теперь прошедшее Заметьте Опять же Интермиссия такая небольшая Заметьте связь Все очень легко Меняется только первое слово Recording И там recording И там recording И не надо учить Ничего нового Окей Теперь будущее Прекрасно Можно штамповать в учебничке В общем да Это такой вот существенный Обратите внимание Сейчас Мы сами взяли Recording a podcast Чтобы было понятно И recording и podcast Они даже Для человека Который не слышал Про английский Более или менее Понятно Если он слышал Про подкасты И рекорды Так вот Сейчас Первый этап тренировки И вот это Еще одно правило Которое я наверное Вот сейчас уже Вам озвучу Чтобы вы понимали К чему мы все это Так вот вам Начитываем Правило автоматизма Вот Представьте Правило дорожного движения Если вы учились водить То Вы наверняка Делали Решали эти билеты Сдавали экзамен Но сейчас У вас эти правила Вы знаете их На подкорке Ну то есть вы не каждый раз Проговариваете так Значит я слева Он справа Или наоборот Кто там кому дорогу уступает Вы сразу Рефлекторно понимаете Кому нужно уступать дорогу При каких условиях При перестроении Допустим Что вы должны уступить Но не при обоюдном И так далее И все эти вещи Вы знаете И вы на автомате Их используете Не задумываясь И поэтому Вы нормально водите машину Если водите машину Так делают все люди Которые водят машину Они знают правила Но используют их Не задумываясь Нужно чтобы правила Вы использовали Не задумываясь Если вы каждый раз Думаете над правилом Вот даже над теми Которые мы вам дали Значит вы будете говорить Медленно Не бегло И не очень красиво Чтобы говорить красиво Нужно говорить Не задумываясь Так же как вы делаете В русском языке Вы же не задумаетесь Какое там окончание Должно быть Какое это падеж А это единственное число Или множественное Вот это вот все Ваш мозг За долю секунд Практически вычисляет И то упражнение Которое мы сейчас делаем Нужно чтобы вы тоже Потом сделали Чтобы все вот эти вот формы До автоматизма довести А правила Которые Мы вам рассказали Они вам помогут Это сделать Но они как Знаете строительные леса Когда дом строят Они нужны Но когда дом достроили Их убирают Вот нужно чтобы вы их Под конец не забыли убрать А так люди со школы Выучили грамматику А потом всю жизнь Ходят по этим лесам строительным Не убирают их И думают Что ж у меня Что-то дом некрасивый Как робот звучит Что от меня отворачивается Что девушки на меня не смотрят Когда я в Америке Хотя по правилам Говорят Я же молодец На самом деле Да Тоже такой интересный Наверное Может быть Кто-нибудь скажет Что это вредный совет Да В стиле Григория Остра Не думайте слишком много об этом Это опять же Вот о том Что Андрей нам сказал Доведите это Более-менее до автоматизма Существенно делать в том Чтобы у вас выработался слух И одна из таких черт Что вы ошибаетесь Это что вы думаете слишком много Когда вы сидите и думаете Блин, наверное, это симпл Блин, наверное, это континус И вот так вот сидите Где-то секунд десять И что-то такое Это уже скорее намек на то Что скорее всего Вы просто не понимаете И гадать уже просто не стоит Просто лучше стоит взглянуть Или спросить у преподавателя Если вы Если вам везет Что у вас есть преподаватель А если нет Вы проконсультироваться С углом Да Окей Давай дальше Про Perfect I have recorded a podcast Will I have recorded a podcast И вот опять Видите У нас Честно говоря Как будто какая-то мантра Уже звучит Да-да-да Медитативная ASMR English О боже Да English Zen Да, English Zen Кстати, на самом деле Серьезно Мантра Многократно повторенная Вам и сформируют Определенные речевые паттерны Поэтому да Тренируйтесь Давайте дальше Perfect continuous Самое редкое время Раз в 100 предложений Встречается примерно Итак I have been recording a podcast I haven't been recording a podcast Have I been recording a podcast? I had been recording a podcast I hadn't been recording a podcast Had I been recording a podcast? I will have been recording a podcast I won't have been recording a podcast Oh my God Will I have been recording a podcast? Вы только что слышали Самое длинное сказуемое Среди времен английского языка Если не брать пассивную Если чего, да Пассивную форму не брать О боже Что мы Ладно И давайте мы закончим На simple Там есть один такой Интересный нюанс Да В simpleх очень Ну По крайней мере В past simple В present simple На самом деле Такие Самые несвязанные Более Между собой времена Оно просто исторически Самое давнее И поэтому так сложилось Так вот смотрите I record podcasts every week I don't record podcasts every week То есть Do он как бы там есть Но в настоящем времени Его просто игнорируют Как будто бы вот он Утвердительно предложение В настоящем времени А иногда для прогрессивных студентов Его используют I do record podcasts every day Но Это если я Женю обвиняю Типа Женя А ты вообще-то вот Не каждый день подкаст записываешь You don't record podcasts every day Andrew Andrew I do By the way Recording the podcast То есть я даю Такое лирическое усиление Да Вот это если бы Он большим шрифтом писал бы Капслоком Нет, я записываю Заехали вы уже Следующий эпизод Мы Не-не-не Давай Давай держать Да Окей Вернемся обратно Сейчас еще раз по-быстрому Резюмируем Да I record podcasts every day Да I don't record podcasts every day Do I record podcasts every day Если у нас He, she or it Да Это три проклятых лица Третьих Все меняется на He records podcasts every day Или he doesn't record И вопрос Does he record podcasts every day Ага Давайте теперь в прошедшем времени Там уже ничего не меняется Поэтому Eugene recorded a podcast Eugene didn't record the podcast Did Eugene record a podcast? Вот да Забавно так Вот что мы немножко Тут теперь do Только в прошлом Да Прошлая форма И здесь уже меньше изменений Да А в будущем вообще все замечательно Да Потому что Я же говорю Я когда-то говорил на этом подкасте Что, господи Была бы моя воля Мы бы с будущего начинали Итак Eugene will record a podcast Eugene will not record a podcast Как будто сейчас тебя на работу вербуют Такой Eugene запишет Нет, не запишет Will Eugene record a podcast? Прекрасно, да И ничего не меняется He, she, it Вообще неважно Правильный глагол неправильный Не меняется И, где, а, но В past simple Да, мы вот пропустили Немножко не сказали Единственная проблема Не he, she, it А проблема Что правильно Или неправильная форма глагола Да Ну там типа Recorded Или какой-нибудь Fought Went Да Ну, в общем Об этом мы рассказывали В подкасте Про неправильные глаголы И их правильное изучение А теперь время Чего? Домашнего задания Ладно Домашний задания Да Едем Вам нужны английские мантры Мы к подкасту написали список Из нескольких глаголов Вот возьмите этот список И вот точно так же Прогоните через все формы Которые мы вам тут назвали И в том же самом порядке То есть утвердительный Отрицательный вопрос Настоящее Прошедшее Будущее Итак, про каждое из времен Сейчас Вы нам просто поверьте А поймете потом Да Ну, то есть Сейчас просто тренируйте формы Мы вас Мы обещаем Честное слово Мы объясним Как с этим жить И когда это применять Для этого Действительно потребуется Отдельный подкаст Да Но ваша задача Безотносительно того Когда это делать Создать Рефлекс Да Просто поговорить Без особого смысла Как я когда-то рассказывал Про Фадосу Руль Ла Мисси Которая для меня Никогда ничего не значила Но я до сих пор его помню Да Еще один совет Туда же Интонируйте Ну, то есть Там есть отрицания Вопросы Утверждения И чем Больше вы включите Свои актерские способности И ораторские И чем лучше вы проинтонируете Тем больше Ваша рефлекторная память Вовлечется в это То есть вы запомните Что Вопросы такие Will I do? Или Will you have recorded Да, не бойтесь быть Немножко пафосными В своих интонациях Или какими-то Преувеличения Оно все делает понятнее И краше Скажи Не могу сказать Красивее Но я могу сказать Что точно Цветастее По крайней мере А то, что цветастая Запоминается Совершенно верно И последний Наверное Маленький совет Это то, что Просто будьте креативными И шутите И не обязательно Учите язык Серьезным лицом Читая лекции Монотонным языком Шутите Если что Если у вас есть глагол Read I have read All of the Fifty Shades of Grey Books Ага Юджин reads Fifty Shades of Grey Every night Да, да, да Можно и писать про меня Я не против Мои имени Копирайт От матери Да Вы можете делать не Ай А выдумать какого-нибудь героя Или взять какого-нибудь Существующего героя Ну Не сильно вдумываясь Просто вам туда Мозг будет еще какие-то картиночки рисовать Можно какой-нибудь глагол взять смешной Ну Можете сами даже его выдумать Например Или есть в интернете подборки Типа про Глагол To vodka I have been working recently И так далее Или не знаю Можно какой-нибудь глагол To ninja Ну да, да, да Это тоже Did you ninja today? I didn't ninja today Это я к тому, что Можно даже с несуществующим глаголом Тренировать все эти формы Чтобы довести их до автоматизма Итак Тренируйтесь Автоматизируйте Вырабатывайте Правильные английские рефлексы Встретимся В следующем выпуске Adio Have a good time Ciao Enjoy your practice Это был Андрей Гуляев Евгений Служаев И Подкаст Don't speak О том, как быстро и эффективно Выучить английский язык И его времена И Всего доброго Да, и маленький дисклеймер Дисклеймер Не забывайте, пожалуйста Оставлять нам отзывы Где-то там Мы прочитали ваши комментарии Да И мы рады на самом деле Увидеть, что У нас есть Определенный фанат Конечно, мы не смогли Вам ответить вконтакте Мне на самом деле Я очень стеснительная личность Мне очень тяжело Мы ответили, кстати Ты ответил Ну ладно, молодец Да, я вступил в диалог Ну давай, короче, да Но я взял эти скриншоты Отправил их себе И я смотрю на них И плачу Не молюсь Пока что не плачу Но скоро буду И обещаю Как это? Торжественно клянусь Творить только шалость Вот Спасибо большое За эту поддержку I'm up to no good Да В общем, правда Пишите комментарии Мы читаем Ваши пожелания учитываем Добавляем в наш список тем И Степ-бай-степ Мы его будем реализовывать Ну все Гуд-бай Гуд-бай Точно гуд-бай Ты сто процентов Ты первая бросаешь Точно гуд-бай Точно гуд-бай Точно гуд-бай Точно гуд-бай Точно гуд-бай Точно гуд-бай